Всем привет, с вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор о самых интересных трансферных слухах, связанных с российским футболом и сосредоточимся на московском Спартаке. Недавно французская пресса сообщила о том, что Леон хочет подписать центрального защитника Спартака Самуэля Жиго. Ну и разумеется, на фоне всего этого я решил высказаться на данную тему и порассуждать, почему Леон заинтересовался этим футболистом, как будет играть Спартак в случае продажи Жиго и каким образом можно хотя бы попытаться компенсировать потерю этого футболиста, ведь как ни крути, а француз стал ведущим элементом игры для центра обороны Спартака и без него здесь практически все заново придется строить. Каким образом? Давайте порассуждаем. Хочу напомнить вам, что мои друзья создали телеграм-канал, в котором публикуют бесплатные прогнозы на спорт и помогают зарабатывать на ставках. Все открыто и честно. А самое главное, по статистике проходимость прогнозов более 90%. Так что, не теряя ни минуты, заходите в телеграм-канал, ссылка в описании. Итак, если говорить о Леоне, то здесь все более-менее понятно. У них центр защиты одна из проблемных позиций. И неудивительно, что они сейчас ищут варианты для усиления состава. В частности, если вспоминать прошлое трансферное окно, то они подписали Андерсона за немалые, кстати, деньги, 20 с лишним миллионов. Но, как мы видим, сейчас датский футболист вообще выпал из стартового состава. Начинал он основным футболистом, но ближе к концовке вот этого усеченного французского сезона он сел на скамейку запасных, уступив место Марселу, ветерану бразильскому, которому сейчас 32 года. А поэтому неизбежно он будет стоять, сдавать позиции. И он тоже не является каким-то надежным вариантом. То есть здесь мы видим, что с одной стороны дорогой и при этом молодой датский футболист не особо впечатляет. И он не играет на те деньги, которые были в него вложены. А что касается ветерана Марселу, ну, сами понимаете, ему по ходу следующего сезона будет уже 33 года. И рассчитывать на такого на протяжении всего чемпионата просто наивно. В итоге остается один футболист, которому нет особых вопросов, это Денайер. Ну, все-таки защитник сборной Бельгии, один из капитанов Леона, согласитесь, это уже статус. Ну, и мы помним его еще в Манчестер-Сити, всегда считался большим талантом, и сейчас этот талант реализуют. Но кто будет играть вместе с ним, это большой вопрос. Надеется, что Андерсон придет в себя? Ну, можно, конечно, надеяться, но непонятно, сможет ли он как-то возродить свою карьеру. Марселу будет стоять. Что касается Папе, это испано-африканский центральный защитник, то его вполне возможно выкупит Сельта, во-первых. Во-вторых, даже если он вернется из Сельты, куда он был отдан на право Хаэнде, это уже игрок, который находится тоже на спаде, и который как-то застоялся в развитии. Короче, новый центральный защитник здесь нужен. И вот, пожалуйста, Сэм Жего, который показывает отличный футбол в Спартаке, и в обороне он неплох, и на втором этаже великолепен, и оправился от тяжелейшей травмы, и поэтому еще и успешно подключается к атакам. Как в плане игры на втором этаже при стандартах, так и в плане просто подключений. Жего это редкий случай, когда центральный защитник, что называется, идет вперед. Это напоминает мне даже футбол 80-х, когда центрбеки действительно много подключались в атаку. И частично, знаете, напоминает Лусио, тоже такой крепкий защитник был центральный, в Баварии играл и подключался к наступлениям. Поэтому здесь Жего футболист интересный, и он может усилить Леон. Поэтому хотелось бы отметить, что у Леона, в общем-то, могут найтись деньги на это подписание. Конечно же, они сейчас в сложном положении, как и все клубы. Усеченный сезон во Франции, проблемы с телевизионными правами, которые сейчас будут, я напомню, каналы французские уже готовы разрывать контракты с Лигой 1 из-за всей этой ситуации. Плюс обычные убытки, связанные с коронавирусом. Плюс к этому не забываем, что Леон не попал в Еврокубки, что тоже будет серьезным уроном для финансов команды. Поэтому да, здесь они побарствовать не смогут. И Спартак вряд ли сможет как-то круто нажиться на этом переходе. Но, как мне кажется, условный миллионов 12-15, а может быть и больше, из этого трансфера можно выжить. Продавать за меньшую сумму просто нет никакого смысла. Вы меня простите, Спартак взял этого игрока за 8 миллионов. Сейчас, по оценке трансфер-макта, до последних понижений он стоил 10 миллионов. Понижения связаны с коронавирусом. Опять же, с тем, что сейчас все ценники упали. То есть, здесь продавать дешевле нет никакого смысла. Дешевле условных 12 миллионов. Спартак тогда ничего не заработает толком, не компенсирует свои расходы на Жигуа, на трансфер, на его личный контракт и при этом отдаст одного из ведущих защитников. С другой стороны, сейчас у Сэма будет важный момент в карьере. У него остается 2 года по контракту. Ну вот примерно, если не считать остаток текущего сезона. И вот дальше у Спартака выбор. Либо продавать футболиста, либо уже нужно работать по продлению контракта. Потому что, если выйдет не 2, не 1,5, не продадут игрока и не продлят с ним контракт, то еще через сезон у него будет истекающее соглашение. И здесь уже Спартак вряд ли продаст Жигуа хотя бы за 6-7 миллионов. Ну, разумеется, если он не покажет какого-то сумасшедшего прогресса. Поэтому здесь вопросы определенные присутствуют касательно будущего футболиста. Спартаку нужно заняться продлением контракта, чтобы с тем же самым Леоном было проще общаться о продаже данного игрока. Ну, а что будет, если его отдать Леону? Ну, здесь, конечно, неизбежны проблемы. Мы помним, что Спартак испытывал колоссальные неприятности в своей защите, когда Жигуа отсутствовал, когда он получил тяжелую травму, и потом, когда вернулся, но вернулся не на том уровне, который был ранее. Потому что после крестов у него были и серьезные ошибки, и косяки, и голевые помарки. Поэтому, да, Спартак испытывал серьезные проблемы. Но при этом хотелось бы отметить, что Жигуа при всех своих ярких эпизодах, при всей своей харизме сумасшедшей, при всем своем атлетизме, является игроком достаточно нестабильным, во-первых. Во-вторых, достаточно резким в плане игры, и частенько он откровенно теряет позицию. Поэтому, как мне кажется, его потери, конечно, серьезно ударят по боеспособности коллектива, но попытаться заменить его можно. Жигуа — это не Фабио Коновара лучших лет, это не Пауло Мальдини. Это игрок яркий, интересный, но переоценивать как-то его значение, наверное, не стоит. Как отдельно взятая единица, он хорош. Но при этом он немножко анархичен, и своими подключениями в атаку, и своей порой резкостью, и другими моментами, и при грамотной работе защиты можно, в принципе, его отсутствие компенсировать. Тем более, что Тедеско, нынешний тренер Спартака, он как раз является мастером оборонительной работы, и его Шальке был достаточно прагматичным коллективом. И ни в коем случае не думайте, что я считаю, что Жигу — слабый футболист. Я просто считаю, что он ненезаменимый. В отличие, например, от Джики, который является топовым российским защитником, а в условиях лимита нужно иметь российских центральных защитников. И Джики, несомненно, сейчас самый сильный среди них. Поэтому, на мой взгляд, Георгий является более фундаментальной в каком-то смысле функцией, чем Самойль Жигу. Не потому, что он сильнее, а потому, что он с российским паспортом. Так вот, если порассуждать о схеме игры Спартака с тремя центральными, здесь можно насытить команду российскими футболистами обороны. Кутепов, Джики, плюс, например, тот же самый Гапонов. Ну или другие молодые футболисты Спартака, взятые из дубля. Тут вариантов много. Можно подтянуть кого-нибудь из игроков других команд, кого-нибудь выкупить. Например, Чистякова, который показывает отличный сезон в Ростове. Таким образом, выстроить тройку российских центральных защитников и потихонечку ее наигрывать, срабатывать. И это может быть достаточно интересный вариант. Потому что при схеме в три центра бека индивидуальные качества каждого футболиста уже не так важны, как при расстановке в четыре защитника. Потому что когда за центр обороны отвечают сразу три футболиста, тут и плотность больше, и у каждого как бы меньше фронта работы. И в этих условиях на самом деле зачастую можно компенсировать качество игроков за счет количества, как бы банально это не звучало. Поэтому, на мой взгляд, вариант с российским трио в центре защиты вполне себе возможен. При этом, как мне кажется, идеальный, самый крутой вариант это попытаться найти еще одного топового иностранного футболиста обороны. Но это, сами понимаете, риск. Спартак много раз подписывал по-настоящему звездных центральных защитников из-за рубежа. Тот же самый Пареха до перехода был, конечно, очень крут. Другие футболисты были тоже замечательного уровня. Рохо, например, игрок сборной Аргентины, будущий защитник Манчестер Юнайтед, пришел в Спартак и не смог тогда показать себя как следует. Только потом раскрылся уже в Португалии и оттуда перебрался в Юнайтед. Вспомните Видич, он тоже ошибался в Спартаке. Вспомните Штранцеля, его критиковали в Спартаке, а он в итоге дальше в Баруси из Менхенгладбаха был очень заметным персонажем. И так далее, тому подобное. У Спартака исторические какие-то проблемы с тем, чтобы раскрыть заубежного центрального защитника. И тут Жигу, который такой красавец, такой молодец. Поэтому заменить его можно иностранцам, но нужно главное снова попасть в яблочко. И найти себе сильного центрбека, зарубежного, такого же уровня, такой же харизмы, тоже способного играть на все 100%. Насколько справится с этим Спартак, большой вопрос. Поэтому в каком-то смысле я и считаю, что наигрывать трех российских центральных защитников будет в каком-то смысле надежнее. Да, по уровню, возможно, тот же самый Чистяков не сможет полностью заменить Жигу. Но это три российских игрока, это связка определенная российская, это сработанное сочетание, где все будут говорить на одном языке и прекрасно друг друга понимать. Это в каком-то смысле даже напоминает ЦСКА. Помните эпохи, когда в центре обороны действовали Березуцкий и Игнашевич? И плюс российский вратарь Акинфеев. Сейчас Спартак может выстроить такую же систему с определенным фундаментом из российских игроков, вратаря и трех центральных защитников, на котором будет держаться остальной игровой механизм. Хотя самый идеальный вариант, на мой взгляд, это, конечно, сохранить Жигу и продлить с ним контракт. А через парочку сезонов, возможно, его будет выкупать уже не Леон, а какой-нибудь ПСЖ, например, или Манчестер Сити. И не за 10-12 миллионов, а за 20-30. Но поживем увидим. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.